Владивостокский адмирал и Челябинский трактор достигли договоренности об обмене, в результате которого приморцы получат форварда Максима Шелунова, а уральский клуб защитника Дмитрия Костромитина. 21-летний Шелунов, воспитанник Челябинской школы хоккея, правил прошлый сезон в Северной Америке, где сыграл 20 матчей в Американской хоккейной лиге за Рокфорд, отметившись четырьмя результативными передачами, и 43 матча за Толеда в хоккейной лиге Восточного побережья, в которых набрал 34 очка. Костромитин также челябинский воспитанник в минувшем сезоне дебютировал в Кахейло в составе «Адмирала», сыграв 24 матча с показателем полезности минус 6. Стал известен календарь чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги А. Соревнования пройдут в 22 тура, в которых примут участие 11 команд. Приморочка начнет чемпионат 3 и 4 октября в Красноярске матчами с местным Енисеем. Первые домашние матчи сезона пройдут в Олимпийце 10 и 11 октября. В гости в Владивосток приедет Курский политех. Новичками лиги стали, занявши седьмое место в Суперлиге Тюмень-Тюмгу и призеры высшей лиги Б – Олимп и Обнинск. Иркутская Лука-Ангара сменила название на «Фортуну». Юниорская команда по спидвею «Восток» стала победителем первого этапа первенства России по гонкам нагаревой дорожки, который завершился в Тольятти. Владивостокская команда в составе Вадима Тарасенко, Ивана Лысика, Данила Литвинова, Глеба Шевченко и Сергея Логачева вела борьбу сразу с четырьмя соперниками – юниорскими составами «Мегалады», «Салавата» и «Турбины». Соревнования состоялись с 20 заездов. В итоге «Восток» набрал 42 очка и занял первое место. Второй этап первенства России по гонкам нагаревой дорожки среди юниоров пройдет 2 сентября в Балаково, 3 – 16 сентября в Салавате. Марина Симоненко, Новости спорта на 8.